всем привет сегодня тема автокресло детское ну во первых это безопасность для ребенка при движении во вторых это удобно ну что ребенок сидит пристегнутый ребенок к этому привыкает понимает принципе даже с детского возраста еще не сознательно так сказать и в машине можно ехать водителем с ребенком понимая что он сзади сидит пристегнутый играется или спит или там что-нибудь жует не знаю ну по крайней мере лучше чем по машине бегает но это у нас уже второе кресло уже она все в пятнах потому что оно уже прошло боевое крещение и путешествия многотысячные значит хочу единственно отметить важные моменты значит до этого у нас было кресло которое было для детей ну там по моему от нуля до года это кресло у него было сзади каркас основа а сама штука на которой ребенок сидит лежит она вот так вот сюда сдвигалась в такое полу лежачие положение то есть где-то градусов может под 45 или даже как-то ниже то есть была ручка было очень удобно то есть ребеночек мог в таком более естественной позе поспать здесь такая сидячая поза но и здесь тоже ребенок спит принципе нормально голову на бок кинул и дремает вот единственно вот с этим креслом одна беда у нас значит тут указано на нем что она для детей от 9 до 36 килограмм тут поднимается верхушка например вот даже они на все выдвинул однако ремней здесь я не знаю это 36 килограмм это какой ребенок концентрированный какой-то металлический просто у нас ребенок от 15 килограмм он уже сюда просто в кресло не влазил понимаете ребенок пяти лет четыре с половиной года и он сюда просто уже не влазил поэтому мы попросили деда отца он нам удлинил ремни видите вшивал удлинил немного потому что просто было невозможно уже на ребенка натянуть и застегнуть ремни то есть вот такая вот беда тут вот есть штука которая позволяет вытащить чтоб наоборот уменьшить ремни если ребенок меньше весит а если больше у нас ничего не получалось чтобы сделать короче говоря кроме как удлинить вот поэтому я не знаю в чем проблема с этим креслом тут его видите уже вытягивать было некуда ну просто упиралась и все вот ну принципе при выборе есть такой момент как ткани потому что бывает там синтетика антиаллергенная какая-то еще что-то ну у нас как-то с этим проблем не замечалось никаких вот ну мы покупали не самые дешевые но и недорогие кресла ну вот значит смотрите у этого кресла указано что его нельзя ставить против движения лицом то есть с это стыдно если ребенок сюда то есть она вот таким образом устанавливается мы обычно ставим за водительским креслом и на заднем пассажирском пропускается ремень здесь вот таким образом здесь он зажимается здесь он выходит вот снизу дальше пошел вот таким образом вот сюда и здесь защелочку вставляется вот то есть стоит принципе довольно крепко но в отличие от прошлого у этого кресла есть вот такая проблема в ту сторону она немножко наклоняется ну в принципе не сильно и тут срабатывает ремень тогда соответственно вот так она стоит то есть принципе такое даже очень удобное положение для ребенка у нас рядом всегда несколько тряпочек чистеньких ребенку можно если что и окно прикрытили если мы там руки вытереть еще что-то вот безопасность вашего ребенка в передвижении я достаточно рекомендую если вы купили машину и у вас есть или родился ребенок приобрести автокресло для его безопасности на на ю тубе полно роликов страшных где видно как дети вылетают из машины взрослые остаются внутри при аварии а дитё бедное летит из стекла на улицу особенно это касается когда на переднем сиденье мамаши держат дитё на руках это полный бред я считаю ну и в комментариях можете отписаться какие у вас бывали нюансы с автокреслами какие советы есть по приобретению потому что модели их конструкций море вот так что желаю вам счастливого и безопасного пути берегите себя и своих детей и и и Продолжение следует...